9 мая по всей стране пройдут колонны людей, которые будут нести фотографии своих дедов и прадедов, не только погибших на фронте, но и тех, кто вернулся с победой и ушел из жизни в глубокой старости. Акция «Бессмертный полк» дает возможность увековечить память людей, сражавшихся за победу. И, несомненно, эти люди достойны славы. Дорогие зрители, я призываю вас вспомнить о своих родных, которые воевали, которые боролись за нашу победу, показать лица ваших родных, пройти в колонне «Бессмертного полка», потому что это народная память. Так что же надо сделать, чтобы во время праздничного парада пройти в колонне «Бессмертного полка»? Прежде всего, надо найти фотографию родственника, который был участником войны. Даже если фото плохого качества и маленькое, в штаб-квартире «Бессмертного полка» города Видное, которое находится в центральной библиотеке, ее восстановят и подгонят под нужный размер. В конечном результате в фото должно быть размера А4. В библиотеке вам его распечатают и выдадут штандр, куда надо приклеить фото. Штандры выдаются бесплатно. После того, как все будет сделано, останется лишь дождаться 9 мая, чтобы пройти в колонне «Бессмертного полка». Начало ориентировочно будет, сбор будет где-то полдевятого утра. 9 мая. Все мои координаты есть на сайте «Бессмертного полка» города Видное. Вы можете туда зайти, и там написано «Координатор» Вагин Александр Евгеньевич, моя электронная почта и мой телефон». Акция началась достаточно недавно, но «Бессмертный полк» Ленинского района уже насчитывает порядка 100 фотографий, и до 9 мая их число должно вырасти в разы. А помимо колонны, которая будет идти на праздничном параде, родственники участников войны могут опубликовать информацию о своих дедах и прадедах на сайте «Майполк.ру». Юлия Погосян, Евгений Петров, Елена Кошелева. Видное ТВ.